Всем привет, меня зовут Милана, и я рада приветствовать вас на канале «Променяем моё зелёное хобби». И, наконец-то, я приглашаю вас к просмотру видео одного из моих самых любимых форматов «Зелёный влог». Меня ждут интересные дела, связанные с растениями, кстати говоря, не только с моими, много распаковок. Также планирую съездить в вобби, замешать грунт, пересадить крупномера, пересадить другие какие-то растения, показать вам, как сейчас поживает моя лоджия, которую я хочу озеленять, я озеленяю. Я начинаю это видео, и приятного вам просмотра. Итак, во-первых, какие у меня сегодня дела? У меня есть шифлера, которую я до сих пор не пересадила. Вот такая шифлера, стоит она у меня на лоджии. Чтобы мне её пересадить, мне нужны новые горшки для неё, а также компоненты для грунта. Поэтому я поеду в вобби и заберу свой заказ с озона, где я заказывала горшки. Перед этим мне нужно заехать к Сармату. Это мой друг, и он улетел в Таиланд. На две недели, поэтому за эти две недели я должна два раза к нему съездить, а то и три, чтобы полить все его растения. Поэтому сейчас я хочу вас взять вместе с собой, конечно же, с разрешения Сармата, покажу немного его растения. Также мы за всеми поухаживаем, польём всех, и от Сармата я поеду сразу в вобби. Так что поехали! Тут у Сармата много растений, у кого-то чуть-чуть грунт пересушен, и я думаю, оптимальным вариантом будет отнести растения просто сразу в раковину или ванную. Потому что, возможно, при поливе вода просто будет без остановки стекать. Так что, чтобы тут не мусорить, воды не налить на пол и на подоконнике, просто нужно, наверное, всех отнести дружно в раковину. Как я и сказала, отношу всех в раковину. Сейчас это пеппероми, пеппероми, рейндроп и копирата, по-моему, санторини. И хорошо, что я их отнесла, потому что я была права. Грунт немного пересушен, потому что стояли растения на южном окне, и поэтому вода очень-очень быстро покидала горшок. В раковине растения чуть подсохли, лишняя вода стекла, сейчас я расставляю всех по местам. Перед этим подоконник я протерла. Теперь перехожу к растениям на стеллаже, тоже у южного окна. Если что, эти кадры, собственно, сам полив растений происходили в середине марта, поэтому вы можете наблюдать снег. Конечно же, в апреле в Казани он уже растаял, и это я к тому, что тогда на южном окне еще никто не сгорал. Также говоря о растениях коллекции сармата, много кто за зиму покинул его подоконники, и также у него есть много приобретений. Но в деталях я вам сейчас про все растения не рассказываю, потому что совсем скоро я выпущу видео с пересадкой. Спустя полгода мы делаем вторую часть пересадки с другом. Так что именно там мы и сходим в гости, и пересадим кого нужно, купим новые растения, и в деталях уже покажем всю коллекцию и размещение в интерьере. А теперь, как я и сказала, сразу после полива растений сармата я еду в обе. Ну, во-первых, потому что хочу просто развеяться, а во-вторых, мне нужно купить недостающие компоненты для грунта. Например, такие как диатомит или циолит. Так что небольшая прогулка по обе, показываю вам растения, которые мне приглянулись, и забираю нужный для себя товар, за которым я приехала. Так, я дома рассказываю, что забрала и купила. И по дороге из Оби я успела зайти в Азон, фикс прайс и пятерочку. И даже из пятерочки у меня есть покупки. Во-первых, на Азоне я заказала горшки. Это горшки под большие растения. Вот, и в общем, такую альтернативу я нашла. Мне главное было, чтобы она была не броской, да, тут есть какой-то рельеф, рисунок объемный. Если кому нужны ссылки, пишите мне в комментариях, я всегда отвечаю и оставляю. И он получается на 9,5 литров. Вот такой вариант меня устраивает. Конечно, хотелось бы что-нибудь керамическое, что-нибудь такое глиняное, я не знаю. Но это все очень тяжело, особенно если вдруг получится так, что я опять буду переезжать. И, если честно, на 10 литров горшки я таскать не особо хочу постоянно, чтобы там в душ растения или на обработки отнести. Поэтому я решила, что в этот раз это будет пластиковый вариант. Дальше из Оби, что я приобрела, это диатомит и олит. Я вам не покажу, потому что я уже намесила грунт. Также, что интересно, что я взяла еще. Во-первых, такие штучки. Это такие ярлыки для рассада, наверное, но я их взяла для свопа. Совсем скоро в Казани будет своп, я про это расскажу чуть позже. И мне показалась очень милая идея. Я в любом случае растения все подписываю, а тут такой готовый вариант. И еще, что меня удивило, я взяла семена. Семена растений на балкон, точнее на лоджию. У меня папа поправил, что у нас не балкон, а лоджия. Это вообще-то разные вещи. Зашла в Оби, увидела там готовый вариант гвоздик, таких декоративных. И сначала хотела купить готовый вариант, то есть уже выращенный, цветущий. Но подумала, почему бы не попробовать что-то в этом году вырастить из семян. И поэтому решила купить гвоздики, те же самые. И вместе с ними взяла настурцию и питунью махровую. Но вот я решила попробовать. Не знаю, взойдет или нет. Я уже буду, наверное, делиться результатами в Телеграм-канале. А вообще, я планирую выпускать отдельное видео про то, как я обустраивала лоджию на летнее время. И, соответственно, там я все вам покажу, как я все сажаю, проращиваю, и что в итоге проросло. Дальше зашла в фикс прайс, купила вот такой пульверизатор. Мне кажется, он уже у многих есть. Я его постоянно видела, проходила мимо, но тут решила взять, потому что у меня постоянно пульверизаторы, лейки теряются по квартире. Я не могу найти ничего. И решила, что на каждую зону, где расположено растение, у меня будет своя лейка и пульверизатор. И теперь моя прелесть. Это что вообще такое? Вы прикиньте, я это нашла в Пятерочке. И самое, что интересное, в этот же день в Гринмаркете утром обсуждалось, что в Пятерочке завезли классные растения. Я где-то здесь повторяю фотографии, что мне прислали зрители, мои друзья из Самары. В Самаре тоже такое было замечено в Пятерочках. И, конечно же, что меня вот, ну, больше всего поразило, это фикус Белис. Это вообще что такое? Главное, он стоил 330 рублей всего. Я его уже распаковала, обнаружила на нем клеща, но, в принципе, это не критично. То есть обычный паутиный клещ меня уже, если честно, вообще не пугает. Так что я его уже обработала. Но, кстати, на задней стороне листа какая-то интересная штучка была такая, белые, очень плотные шарики. Я их тоже механически сняла. Они были как-то как будто склеены, похожи на какой-то слайм. Господи, 2016 год слайм. Я это слово уже не знаю сколько не произносила. В общем, механически я уже обработала этот фикус. Я буду производить обработки. Сейчас у меня пока что нет препаратов. У меня еще есть немножко заболевшее растение. Я вам об этом завтра расскажу, потому что на сегодняшний вечер у меня есть еще планы. Первый из которых мне нужно пересадить мою шифлеру. Уже несколько недель я не могу ее пересадить после инцидента с Джошей. Но, на мое удивление, чувствую себя прекрасно. Но при этом, я думаю, все равно на всякий случай пересажу. Потому что, как подсказывает опыт, растения не очень хорошо реагируют на продукты жизнедеятельности моей кошек. И также, что сегодняшним вечером я хочу сделать, так это начать подготовку к свопу. В Казани 20 апреля будет проходить своп, приуроченный к культоргу. В общем, всю актуальную информацию вы можете найти у меня в телеграм-канале. Я делала репост. Я на этом свопе буду присутствовать. Конечно же, подготавливаю свои растения. Я укореняла несколько растений еще, начиная с марта. И сейчас хочу их высадить. Так что, этим сегодняшним вечером я тоже займусь. И сегодняшнюю вечернюю пересадку начинаю со своей шифлеры. Если что, это Голд Капелла. Изначально подготовила для нее такой горшок, который ранее показала в распаковке. И если вдруг кто не помнит или не знает историю этой шифлеры, то это вообще шифлеры моей мамы, которая переехала ко мне в Казани с Самар в ноябре. И в этом горшке она сидит примерно 3-4 года, может быть 5 лет. Но посажена она в него явно была до начала моего увлечения растениями. То есть, о состоянии ее корневой системы я могла только догадываться. И поэтому изначально я подобрала большой горшок, потому что рассчитывала, что вообще-то за это время она могла бы уже полностью оплести корнями прежний горшок. И как видите, я достала корневую систему, которая в 2 раза, если не больше, меньше ее горшка. При этом это не гнилые, не сухие, не отвалившиеся корни. Это просто растение, которое когда-то было посажено в горшок на вырост. Напомню, что сейчас шифлеру я пересаживаю из-за того, что одна из моих кошек решила ее пометить. Но благодаря этому я узнала, что для нее требуется горшок меньше. Так что из 10 литров я ее пересаживаю в 5. Шифлеру я аккуратно выкопала, стряхнула лишнюю землю. Сейчас решила отнести под душ, чтобы освежить ее крону. Именно крону. Корни я не промываю, не трогаю. Это душ чисто для короны, потому что в таком состоянии шифлеру купать гораздо легче. И я уже подготовила новый горшок на 5 литров, но все равно на низ засыпаю дренаж, чтобы сократить пространство. И грунт у меня на основе универсальной земли с добавлением кокосового торфа. Его покупаю в брикетах, также добавляю диатомит и перлит. Шифлера почти готова. Добавляю еще чуть-чуть диатомиты и стараюсь ее посадить очень ровно. Но вот эта вот ее шапка кронная очень сильно перевешивает и затрудняет мне весь процесс. Сейчас она немного завалена, но мне удалось ее выровнять. И теперь она стоит даже без опоры. Я уже предчувствую, что кто-то мне пишет, что я подобрала слишком маленький горшок, что шифлере там будет тесно, нужно было подобрать побольше. Но по моим наблюдениям я выращивала черенки от этой шифлеры уже с одревесневшим стволом и укоренялись, наращивали хорошие плотные корни, они именно в таких тесных горшках. И у меня как раз есть желание, чтобы за этот сезон, за весну и лето она нарастила корневую систему и радовала новыми листьями гораздо чаще. До этого она, конечно же, тоже росла, разрасталась, и мы ее даже черенковали. Но при этом я думаю, что она может расти гораздо быстрее. А до этого она, по сути, занималась тем, чтобы наращивать свою корневую систему в огромном горшке. Тем временем я замешиваю свой мини-грунт для того, чтобы посадить укоренившиеся черенки для предстоящего свопа. Если что, это не все растения, которые я понесу с собой на своп. Это чисто растения, которые я укореняла на протяжении всего месяца. Они сейчас укоренились, я их буду высаживать. В свой телеграм-канал я, конечно, выкладывала уже фотографии с моей подготовкой к свопу, как я высаживала все черенки, и мне писали в комментариях, как у меня получилось укоренить эти фикусы. Честно, не знаю, каких-то проверенных методов нет. Успешно укоренила сама эти фикусы я впервые. До этого я просто не заморачивалась. Они у меня как-то не укоренялись или укоренялись очень долго. Сейчас это буквально было дело недели или двух недель. У меня это была просто обычная вода плюс активированный уголь, чтобы вода не цвела. Поэтому, если вы укореняете уже давно эти фикусы и знаете, как это делать, можете, пожалуйста, написать в комментариях, потому что вы, правда, можете помочь многим. А я уже распределила черенки на укоренившиеся, которые еще в процессе, и буду высаживать их пышными кустиками, чтобы на свопе это попало к новому владельцу уже таким растениям. Варегатный фикус кинки я посадила и перехожу к обычному зеленому. Не знаю, экзотика это или Наташа, они очень похожи. Если вы знаете и разбираетесь, напишите, пожалуйста, в комментариях. Его сажаю очень пышно. У меня осталось очень много черенков с обрезки моего большого фикуса, поэтому я не поленилась, укоренила их. У меня нет проблем с тем, чтобы выкидывать черенки, но тут я подумала, что неплохие веточки можно оставить, укоренить и отнести на своп. Так что вот такое растение у меня получилось, а я беру уже следующий стакан с другими черенками, чтобы посмотреть, кто из них укоренился и кого уже можно посадить в грунт. И первая подруга у меня попалась бегония Альба Пикта. В чате гринмаркета очень многие люди попросили, чтобы я принесла, поэтому я не пожалела, почеренковала свою бегонию. У меня получилось где-то 5-6 черенков. На первых стадиях укореняю ее в воде, а потом высаживаю в грунт. Там она прекрасно укореняется и дает уже корни потолще. Это вот первый из укоренившихся черенков, остальные еще в процессе укорнения. И если вы заметили, его сажаю с палочкой, потому что он чуть кривоват, хочу его выпрямить, и поскольку он еще молодой, он выпрямится буквально за неделю. Если для вас тоже важна визуальная составляющая вашего растения, то вот такое формирование лучше проводить на ранних стадиях, иначе потом ствол будет гораздо плотнее, взрослее, и сделать это будет как минимум по времени дольше, а как максимум вообще можно повредить ствол. А это, кстати, оставшиеся черенки, которые пока укореняются. А это черенок фикуса Amstel Gold, который тоже укореняется и впоследствии отправится на своп. Поэтому с ним я пока в режиме ожидания. Сейчас пересаживаю укоренившиеся черенки к премному Enjoy. Вот и практически все. Это были на сегодня все растения, которые укоренились и теперь готовы к свопу. А я со своими делами закончила, поэтому увидимся завтра. Всем привет! Новый день! И сейчас будет небольшая распаковка с приходом весны. Мне очень захотелось обновиться новыми горшками. С растениями я сейчас приостановилась, особенно до свопов. Решила, что пока нужно повременить с новинками. Мартовских новинок мне, в принципе, пока что достаточно. И под эти новинки, и не только под этим, очень много кто уже вырос в своих горшков, мне как раз-таки понадобились новые кашпо и горшки. Так что небольшая распаковка. Сразу говорю, что все ссылки на эти горшки будут в описании. Заказывала я все на Яндекс.Маркете. Тут кто-то уже открыт. Я проверяла, чтобы все в целости и сохранности дошли. И первое кашпо с такой ностальгической пометкой Ikea. Я не смогла пройти мимо. Это для меня красота просто. У меня даже есть растения специальные под эти кашпо. Они похожи, но они разные. И меня вот это больше всего и зацепило. Вот такого вот цвета. Бледно-ненавязчиво-зеленый. Они очень крепкие, плотные. И мне безумно понравилось, что они вроде бы одинаковые. Но если их поставить вместе, то видно, что они чуть-чуть отличаются. Поэтому их можно как отдельно расставить по всей квартире, так и поставить вместе. Получится такое неплохое сочетание двух кашпо. Следующие горшки я увидела в одном из обзоров на Ютубе Традесканций. Это, конечно, такая часто встречающаяся серия. Но я не видела, чтобы они продавались в таком цвете. Я заказала сразу три штуки. Мне безумно они понравились. Это горшки на 1,4 литра. То есть они такие небольшие. У меня как раз много таких растений. Но, по-моему, эти горшки есть и на 3, и на 4 литра. Как по мне, очень удобно в использовании. То есть так можно сливать воду лишнюю. Вероятно, все вместе я не буду их размещать, чтобы не было много розового цвета. Но где-то разбавить какой-нибудь уголок таким розовым горшком с растением, мне кажется, будет очень прикольно. И цвет такой нераспространенный. Опять же, ненавязчивый, приглушенный. То есть растение не будет визуально теряться вот вместе с этим горшком. Вот так вот. Мне кажется, очень мило. И еще необычная штучка для растений. Я, конечно, не любитель горшков и кашпо. Вообще все, что связано с растительной тематикой. То есть я не очень люблю, когда это такое масло-масляное. Горшки с орхидеями именно с принтом или монстер или любые другие растения. Но тут я увидела такую бонсайницу в виде большого кактуса. И я подумала, что это вообще будет очень прикольно попробовать что-то сделать с нее с суккулентами. С каким-нибудь, не знаю, кактусом тоже. Очень прикольная вещь. Мне кажется, в будущем ее можно даже использовать как-то под что-то другое. Не знаю, под украшения, под ключи, куда-нибудь в прихожку поставить. То есть универсальная вещь. Мне понравилась. И очень необычная. И я это не заметила на фотографиях. Но вот в жизни я хочу отметить, что как будто бы это ручная работа. То есть она выполнена в таком немного неаккуратном стиле. Но это вот придает свой акцент. То есть это не какой-то вылизанный кактус, а как будто прям как настоящий. Он, кстати, с специальными штуками, чтобы не поцарапать мебель. Так что... Потому что он все-таки массивный. И чтобы ничего... Он никакую поверхность мне не попортил. Очень прикольная штука. Не знаю, у меня столько радости от этих вот горшков, кашпо. Так что надеюсь, я вас тоже зарядила на весенние обновки. Если вы еще не покупали какую-нибудь красоту для своих растений, то самое время обновиться. А сейчас хочу пригласить вас на чашечку чая и показать, как обстоят дела на моей солнечной лоджии. Окна здесь чисто южные. И пока что разместить растения есть возможность. Но вот что будет летом, я пока не знаю. Поэтому пока думаю. Ну и, конечно, вам расскажу потом, к какому решению я все-таки пришла. Сейчас растениям здесь находиться очень приятно. Поэтому я вам вкратце расскажу, кто сейчас здесь обитает. Ну, во-первых, шифлера, которую мы пересаживали в начале видео. Она здесь стоит месяц примерно. Ей все очень нравится. Ну и после пересадки она выглядит достаточно бодро. Фикус после весенней обрезки. Его показывал вам в прошлом видео. Сейчас он набирает зеленую массу и становится пышнее. Драцена лемон лайм. Один из любимейших моих сортов. Если кто помнит, это драцена с уценки ашана. У нее был небольшой стресс, когда я ее только перетащила на лоджию. Но сейчас она пошла в активный рост. Солнце ее радует и нужен такой нечастый полив. Ну, теперь вообще открытие весны. Традесканцы. Я безумно влюблена в них. Это конкретно желтый холм. Я сейчас все традесканцы перенесла жить на лоджию. Им и мне это очень нравится. И также перенесла свои хавортии в таком розовом круглом горшочке. И также еще немного растений, которым очень нравится на южном окне пока что. Первая церапегия. Сейчас она дает прекрасные новые листья с короткими междоузлями. Если честно, всю зиму с переездом я вообще ее не поливала практически. И последние несколько недель она прям в активном росте. Дальше прекрасные традесканцы мультикалор, как я ее покупала. Хочу показать вам видео, как я ее забирала. Потому что у меня новое хобби в моем зеленом хобби. Это формирование традесканцы. И разглядывание до-после. Это мое самое любимое. У традесканцы это очень все наглядно. И еще одна традесканца. Дэнни Ли. Ее я забирала в том же видео с предыдущей традесканцей. У нее очень красивый окрас и крупный лист. Я уже успела ее черенкануть для свопа. Последняя растение сеткрязи. И в целом вот такой вот обзор лоджии. Субтитры сделал DimaTorzok У меня уже вечер. Но я не могу с вами не поделиться радостным событием, которое произошло впервые вообще у меня за всю историю моего увлечения растениями. В общем, я забрала сегодня посылку с растениями. И только с растениями, которая была упакована и доставлена мне подарком. Моей, можно сказать, давней относительно всего моего увлечения знакомой. От Тани. Возможно, многие ее знают, потому что она тоже ведет YouTube-канал про комнатные растения. План Тани. И это такой небольшой кусочек из моей жизни, с которым я хотела бы с вами поделиться и на фоне распаковывать посылку. Мне кажется, это очень интересно. В общем, Таня. Она из Москвы. И, как вы поняли, это человек, с которым познакомило меня мое увлечение. Потому что познакомились мы полтора года назад в одном из телеграм-чатов по растениям. Ноябрь. 22-й год. 22-й год. Это важное уточнение, потому что первое, что нас в Тани связало, это аллоказия Жаклин, которая по ошибке, я не знаю или почему, начала поступать в некоторые какие-то точки по России, в Леруа Мерлен. Я не знаю, когда вы начали увлекаться растениями, на данный момент аллоказия Жаклин, мне кажется, клубень, можно купить рублей за 400, то раньше это были все тысяч 6, 8, а то и 10, то есть это такое вот аллоказия, которая только поступила в Россию, коллекционеры начали ее приобретать, и она была, можно сказать, на пике, и тут неожиданным образом ее начали привозить в Леруа Мерлен по 800 рублей. И вот одним из таких городов, по-моему, всего три города были замечены с этими аллоказиями, одним из таких городов была Самара. У меня даже друзья, по-моему, начали писать, что в Самаре аллоказии. Я решила этим поделиться в чат, где находилась Таня, но я не помню, как так произошло. В этот период должна была приехать ко мне из Самары в Казань моя подруга. Мы скооперировались, Таню очень заинтересовала эта аллоказия Жаклин, мы до этого с ней вообще не списывались. И если вкратце, то из Самары эта аллоказия в ноябре, в конце ноября прибыла ко мне в Казань, и из Казани я отправляла Тане эту аллоказию в Москву. Интересный факт, я не знаю, знает об этом Таня или нет, но это была моя самая первая отправка по почте вообще за всю мою жизнь, даже вне растения. Это вот первая отправка по почте, которую я делала в своей жизни. Хочу впечатлить момент, когда я первый раз уковала растение в минусовую погоду и несу его на почту. Тем более, это была аллоказия в конце ноября. Вы понимаете, какие-то риски ее заморозить, но я помню, тогда купила свою самую первую утеплительную пленку, по-моему, я ее вообще неправильно использовала, и вообще вся эта посылка выглядела очень смешно. И Таня мне спустя год или полтора написала, что да, это было смешно, два гуся пришли ей. Старалась как могла, я где-то раздобыла огромную коробку, следовала всем правилам почты, потому что прочитала, что нужны какие-то особенные коробки. Я эту коробку выворачивала наизнанку, чтобы она была однотонная, без надписей. Потом упаковывала, выхватила у работницы почты вот этот вот скотч и сама его красиво обклеивала. И когда уже принесла коробку, меня поругали за то, что кто-то мне дал этот скотч, я даже не помню, почему не его дали, но я настояла, чтобы я сама это все упаковывала. И вот так вот эта Жаклин прибыла к Тане. Она, конечно же, сбросилась в свои листья, но мне кажется, с любой локазией это нормальная ситуация. Но Таня это все выращивала из клубня. Так что вот такая вот история знакомства. А потом, спустя год или полтора года, мы начали вести ютуб-каналы. Не вместе, в смысле, а просто так получилось. И в марте Таня меня предупредила, что хочет отправить мне посылку. Какую, неизвестно. Что там, неизвестно. Ну вот, мы дождались плюсовой температуры. Мне сообщили, что посылка отправлена и скоро будет доставлена. И вот, сегодня я ее утром забрала. Уже на моменте, когда я еще не распаковала посылку, мне было ужасно приятно. Это была такая квадратная коробка, которая очень вкусно пахла. И Таня мне писала, что надеется, что там никто не замерз. То есть я заранее знала, что растение там есть. И первое, что меня в этой коробке встретило, это такой маленький запакованный пакетик. У меня были подозрения, что это клубенек лаказии. Это он и оказался. Мне очень приятно, что теперь растения от нее будут у меня. И на моменте распаковки это было так трепетно, потому что ты как бы человека знаешь, уже полтора года его знаешь. И тут ты соприкасаешься с чем-то, что связано с ним. Что ты видишь на его видео. И что вообще полностью в твоей голове лицетворяет его. По поводу клубня, я у Тани сразу спросила, что это за лаказия. Но мы прям одновременно. Таня сказала, может это будет сюрприз. Я тоже такая думаю, блин, может это будет сюрпризом. Я его весной как раз таки буду проращивать. И потом уже буду смотреть, что же это за лаказия. Дальше я начала распаковывать. И это тоже оказались растения. Я тоже переживала, что вдруг кто-то не дойдет. Хотя я даже не знала, кто там. Но нет, все пришли в идеальном состоянии. И после клубня я начала распаковывать хои. Я их название напишу здесь при монтаже. Если кому вдруг интересно. Потому что на самом деле удивительные хои. И с ними я познакомилась только сегодня утром. Так что я буду учить название. Может быть помещусь в мир хой. Но по описанию первая хоя просто. Это как лапки медвежонка. У нее такой ненавязчивый, бархатистый слой. На листочке. Невероятное создание. Вторая хоя тоже очень интересная. По форме и по окрасу листа. Возможно в конце видео. Не знаю, сколько я буду вымонтировать. Я покажу вам, как обстоят дела вообще с укоренением их. И дальше. Это вот причина того, почему коробка так вкусно пахла. Это свеча. Это просто... Ну это уже разрыв сердечка. Так приятно, что Таня положила свечку. И смешно, что из Казани. Заказать свечку из Казани в Москву. И потом прислать ее отдельно по почте из Москвы в Казани. Это конечно сильно. У нее очень приятный аромат. Так что если хотите свечку, берите на заметку. И я вообще по системно-векторной психологии. Наверное, как раз таки зрительный тип. И обонятельный. Я очень люблю что-то понюхать, что-то посмотреть. Так что вдвойне очень приятно. Два моих органа задействованы. И дальше я увидела горшочек. Это вообще прелесть. Я обожаю, когда мне дарят что-то типа горшков, кашпо. Потому что это всегда можно увидеть. Всегда можно вспомнить о человеке. И насколько идеально его подбирала Таня. Она сказала, что подбирала под желтые диваны. Мне кажется, что я поставлю его скорее рядом с собой в комнате. Еще интересный момент. Если посмотреть наше видео с Таней. То у нас с ней диаметрально противоположны вообще вкусы и предпочтения в расстановке растений. Если у меня что-то такое цветастое в каком-то плане. Где-то перебор для кого-то, возможно. То Таня, она скорее минималист. Я тоже получаю какое-то зрительное удовольствие при просмотре ее видео. Обзор ее коллекции. Хоть это и вообще не похоже на что-то мое. Но для меня это тем самым интересней. И это правда очень интересно. Насколько у всех все по-разному. Еще в конце распаковки посылки я нашла брелок с калагиумом. Не передать словами, как мне было приятно. Я поэтому в таком формате вам все рассказала. Потому что решила, что распакую все наедине с собой. Так, подсниму части, когда я это все распаковывала. И в первую очередь, конечно же, напишу свои эмоции, впечатления и благодарность Тане. Так что спасибо вам за просмотр. За то, что разделили со мной радостный момент. И если вам интересно, то можете посмотреть в одном из последних влогов, как Таня мне это все собирала и упаковывала. Ссылку на ее канал прикреплю в описании. И, как я и обещала, показываю Хои спустя неделю, как они укоренились. Какая у них сейчас корневая система маленькая. Еще несколько недель в воде. И я думаю, что они будут готовы к тому, чтобы уже полноценно развиваться в грунте. А на этом мое видео подходит к концу. Благодарю вас за просмотр. Если досмотрели до этого момента, то буду рада вашему зеленому сердечку. Можно красному. Всем пока. До скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok